будем поздравлять друг друга с новым годом тут вся страна и не только страна данила с новым годом , Александр с новым годом , ольга с новым годом Брат с Новым Годом, Пилипенко с Новым Годом, Петр с Новым Годом, Казахстан, Леонид с Новым Годом, Ольга с Новым Годом, Наталья с Новым Годом, Галина Блинова, здравия, благоденствия, спасибо. Добрый день, всех поздравляю с Новым Годом, Эльвира, здравствуйте, Гусева, ну что, вот начинается учеба, прошлые года, в середине февраля, сырала абрикосы, в этом планируем на месяц раньше, чтобы больше прорастало, а то 50% складывается впечатление, что они если не успели, остаются на следующий год, а осенью из-за побыты туда-сюда открываются, замерзают, совершенно верно, вот чего есть, то есть, но ругать надо природу, вот, ну, во-первых, давайте все-таки пусть общими словами, сто раз говорил, но скажу, как получалось, что у меня и 90%, и такое впечатление, что все 120, такое, как такое впечатление, так густо, но правильная сертификация, что такое неправильная сертификация, например, влажность, я вам показывал фотографию, где одновременно, абсолютно одинаковых условиях, и прямо на почве, и в контейнерах, подчеркиваю, абсолютно одинаковых условиях, одни косточки прорастали, а другие сгнивали, а это условия природы, оно такое, обязательно раскидать все свойства, ну, вот что интересно, казалось бы, ну, они с одного дерева, у них родители, мама та же, допустим, папа, вот нету, вот всего два дерева, родители, может быть, один, и больше никакой, никакого ветра в надува, а они опять все разные, а у них есть, оказывается, бабушки, дедушки, а у них есть прабабушки, прадедушки, как-то вот эта вот внутренняя связь, она проявляется, вот тот самый закон Менделя, когда три папы, один маму, или наоборот, для нас, для садоводов, это примитив, фактора много, который искажает вот эти цифры, три к одному, один к трех, просто искажает, у нас так не бывает, у нас получается, как у этого, у Ваулина, который мои, сяйцы вырастил, правда, забыл сказать, что мои, забыл сказать, что сяйцы, вот это было, вот, и у него получились все разные, а, если уж они чисто внешне все разные, то то же самое происходит и внутри все разные, не взошли, вот, получается, 50 на 50, так, вот, те, кто росли, взошли, а которые не проросли, а при других условиях эти бы не проросли, а те бы проросли, и опять 50 процентов, видите, когда я вижу, что при одних и те же условиях, одни сгнили, другие, прости, как я могу добиться 100 процентов, или вы, вот такой общий ответ на все случаи жизни, Гри Чихина, с Новым годом, Федосеева, здравия, Сергей Александрович, с Новым годом, Лобасов, Леонец, всех, с наступившим Новым годом, Валерий Костиньевич, свечи, высота плодовых деревьев, семена, коски, лечебники, которых вы еще ни разу не продавали по каким-то причинам, и какой результат показал уже в прошлом году ваш абрикос Петр Великий, значит, у меня, в прошлом году, я Петра Савеликова пробовал только, вот, как сказать, первое, это та фотография, которую я привозил в этот самый, ну, правда, мельче три раза, чем должен быть, потому что я привозил, я рассказывал, в Москву, на конференцию, вот, это раз, потом, он прекрасно плодоносил у Боднары Борисовича, и когда я сказал, что он вот такой вот, ну, где-то грамм, у него на тарелке лежали грамм 60-70, он говорит, это твои, это Петр Великий, я говорю, а что он такой мелкий, ну, я-то ожидал, вот, он говорит, что ж ты хочешь, урожай-то какой был, ты знаешь, какой был урожайщик, ну, тогда все сходится, это второй случай, когда я пробовал их, так, и, все, у меня, когда я у него раздобыл этот черенок, и у меня получилась мощнейшая ветка, первый год она не плодоносила, второй год она попала, свела-свела, под заморозок дичайший, до минус 10 цветения, и на третий год она проснулась мертвая, то есть она, сам абрикос королевский, он остался самим собой, вот, то есть он ничего с ним не сделал, с плодом были грамм 60-70, но, интересно другое, да, я горько был, я так ждал, но я виноват, вот, давайте вспоминать, а, ну, я не мог, ну, трём, не отрезать с него ветки, с этой самой мощной скелетной привильки, ну, не мог, долбили меня, я потом, знаете, я стыдно было перед этим, перед Антоном Валерьевичем, Сапроном, он взял и попросил у меня тоже ветку, ну, слушать же вебинары, я говорю уже, Антон, ну, не могу я, всё уже, и так дерево может погибнуть, это уникально, подожди годик, как он подождали годик, она мертва, мощнейшая ветка проснулась мёртвая, то есть не проснулась, но, тоже получилось так, рядом ветка королевского, плоды оказались, в этом году всё мелкое, плоды оказались обычайно крупные, и мне кажется, что на этой ветке, я запомнил, на ней, где уже гены Петра Великого, это примерно, ну, вот специально не поленюсь, вот не поленюсь, и всё, смотрите, возвращаюсь тут, недолго это, обратно, где я был, так, сейчас вы увидите, это в самом случае, вот, а, обратно, где я был, скелетная прививка, а я Петра Великого же, был манджурист, на него был прекрасный королевский, в крону был вот этот, который на третий год погиб, а второй год он замёрзли в цветы, и от него ни одного плода не получил, отвечая на ваш вопрос, но такой же случай был манджурист, королевский, на королевского я привил этого же Петра Великого, но ещё изначально, те, которые с Украины привез, получил вот это, потом он всё-таки замёрз, перенести ветку я не мог, мне не до этого было, вот, я потерял уникальную вещь, которой даже названия нету, вот что это, раз погибла, любой учёный хихикнет, химера, всё объяснение, не имеет права жить, химера, что она в королевске живой, и в том случае живой, и в этом случае живой, а она погибла, вот так я объясняю, это моя головная боль, это не просто, это моя обида, обида, понимаете, а вы мне пишите, пробовал ли я это, ещё год нужен, мне больше всего не один год, да, у меня опять есть двухлетние эти, несколько саженцев, зацветёт, да, строжая, а может быть, он опять мелкий будет, вот и пишу ответ на вопрос, какой результат показал в прошлом году ваш абрикос Петра Великого, вот никакого, остаётся только фотография, потом её специально найду, покажу вам, вот, потому что, этот мне бах, тарелку, Боттер меня встречает, вот, книга, вот она, эта тарелка, сверху лежат абрикосы Петра Великого, крупные, отборные, красавцы, а чё мелкие, они вот такие вот, а потому что, это, большой урожай был, что ж ты хочешь, вот это было, а вот, а мне жизни не хватает всё испытать, мне мало времени, мне некогда, чтобы вместо одного, два, три вырастить, двадцать, тридцать, сорок, остановиться на несколько, и выдавить с артак, я не могу, потому что мне нужно деньги зарабатывать, я показывал детишек, кто их одевает, кто их обувает, кто им подарки дарит, на все эти праздники, на все, кто их кормит, в конце концов, вот и получается, разбрасываюсь так, что сейчас заплачу, Валентина, добрый вечер, Алена, Алена, Валентина, Валентина Семенова, часто, как узнать, высокий, грунтовый, или нормальный, что значит высокий, и не будет для себя проблем, варианта два, вот, первый, это на бум, даже три, второй, только не смейся, пригласить генезиста, я имею ввиду, белокатальщика, вот, значит, везде, где рамки не шевелятся, можно садить там вода глубоко, где вода близко, но пока разные рамки по-разному реагируют, там можно выбрать участок и хороший, посадить грушу, посадить абрикос мощный, вот, сенцу, яблоню, это можно, и, наконец, брать лопату, копать колодец, копать колодец придется, а иначе как, так как я умею, или другие умеют белокатальщика, но нас осталось все меньше, мы вымирающее племя, мы не нужны, знаете, как должно быть, я владею белокатальщиками, они для меня продолжение рук, продолжение моего биополя, я, вместо того, чтобы там хитрить, или надавать щеки, я просто говорю, организм человека, это просто-напросто, вольтметр, прибор, а руки и рамки, это, которые вытягиваешь вперед, это стрелки восьминетре, и он обязательно, если у вас есть заряд, хотя бы, который выражается, метр, объем метра, или там, два, лучше три, какой-то, Александр Савич, лучше бы пять, как у меня, или шесть, вот тогда бы, рамки бы работали, и вот я считаю, что у нас почти не осталось, вот еще раз говорю, вымирающее плено, просто людей все меньше, которые умеют владеть, все меньше, и меньше, и меньше, людям изменились, люди выращивали в комфорте, люди не знают, что такое тяжелейший физический труд, физические нагрузки, которые не знают, что такое мокнуть, мерзнуть, я это, я интеллигент, вот, я книжный червь, я специально над собой в чужесе издевался, мне было какой-то, я сам для себя пример, почему, мне было какой-то, как будто ночью, утром встанешь, пойдешь купаться в Венесее, а я не хочу, а руки меня, берут и обувают, руки меня одевают, в одежду, уже беспоро, опыт попалился, а я в ужасе, ноги мои пошли, два километра идти, пошли на Венесей, мороз, минус 30, в котомке лежит только этот самый, полотенце, даже сланцев не было, босыми ногами, потом догадался одевать толстые носки, вот, я иду в ужасе, мне не хочу, мне бы лежать, мне бы лежать, там у меня выходной дерево цепной, а ноги идут и идут, приходят на берег, руки меня раздевают, я лезу в воду, проклиная себя, это правда, вылазью из воды, стуча зубами, пальцы уже не гнутся, не чувствую пальцев на руках, ногах, они у меня поморожены, еще были с этой стундрой, уже тогда поморозил, и одеваюсь, и тут наступает эйфория, да, это и есть брос той самой порции адреналина, в скобках, не просто, это самое, как бы его еще назвать-то по-другому, не просто гормонов, а именно наркотика, и я иду домой, расправив плечи, легко, тело дышит, я никогда в жизни ни разу не принимал наркотики, я не знаю, что это такое, одни говорят, это радость, другие говорят, это горе и беда человека, вот, я не пробовал, не знаю, вот, я от выпиха удовольствия особо не получаю, только когда трясутся руки, и перед инфарктом я могу выпить 100 грамм, только тогда, тогда надо, тогда это лекарство, а здесь эйфория, и я думаю, господи, а завтра меня опять ноги обозьмут и пойдут, а руки меня оденут, вот, возьмут котонку, и опять проклятый пойду, хотя я не хочу идти, это потом уже, вот это было, я почему это говорю, знаете почему, потому что, такие люди, они очень тонко чувствуют, земную кору, деревья чувствуют, вот, и я могу определить, где там вода, я могу уже, хотя по участку, у меня уже, по крайней мере, с рамками, я уже знаю, где смогу садить, а у вас выбора нет, копать колодец, не копать колодец, вот, баллокаточка уже не найдете, нас, кто вообще решит, осталось-то это, я был шокирован, один раз, я могу говорить, тут нас, ну-ка, тут нас немного, вот, вот и закончим, вот, я был в шоке, в соседнем доме, копали канаву, вот, бульдозер, они выкапывали трубу, я смотрю, молодой парень, с этим, с рамками, и что-то командует этим, бульдозеристу, я подскажу, говорю, как тебя зовут, он молодой, я говорю, Руслан, я говорю, а ты кем работаешь? Беллокаточка, он говорит, нет, я этот, самый, нормировщик, в конторе сижу, а ведь он, нашел, ведь я, я потом следил, после бульдозера, верхний слой снял, пошел эскаватор, и он выкопал трубы, и так как он этими рамками, наверняка владел 100%, ему поверили, и не ошиблись, когда нашли под землей, эту самую, трубу-то эту, аварийную, не ошиблись же, он не ошибся, он все не ошибся, вот это, настоящий, а сколько, я записал его телефон, прошло 10 лет, и я так и не позвонил, мне надо было с ним связаться, подружиться, почему? я любознательный, но в какой-то момент, я начал сдавать, я знаю, в Саногорске есть, был, был, нормировщик, где он сейчас, который владеет рамками, профессионально, нам уже такие люди, уже как преподаватели, чтобы любой желающий мог научиться, потом этот любой желающий взял рамки, у себя, у соседей, у друзей, у знакомых, поменяет, переставит мебель, все сделает это, это должно быть, народным увлечением, не стало, многие про меня знают, про мою агитацию, сами знаете, сколько, сотни, ну тысячи, мы эти фильмы видели, по нескольку тысяч человек, каждый, пусть их десяток было, это на всю страну, вот, а вам, если чувствую, придется вам это, копать, 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 вот так вот,